Сейчас в краевой столице существует только одна школа Динамо, привычная всем, Барнаульская. В ней тренируется больше 500 юных футболистов. Но к этому учебному году неожиданно для многих в городе начнет действовать еще одна футбольная школа Московского Динамо. Это все так же структура общероссийского общества Динамо, но она будет работать на коммерческой основе. Здесь подчеркивают, что фишкой новой школы будет особый тренировочный подход. В том числе с использованием современных технологий. Мы готовим ребят для следующего взрослого шага, к их мечте, к академии. Мы помогаем им усовершенствовать свои футбольные качества. Также совсем маленьких детишек мы учим любви футболу. Ведь футбол и спорт – это закалка характера, это социальное общение и много всего-всего прекрасного, что нам дает спорт. Тренировки Московская школа Динамо будет проводить на трех открытых футбольных площадках Барнаула. На поле спортивного комплекса «Победа» стадионе «Трансмаш» и мини-поле «Динамо». Но в планах построить футбольный манеж для юных «Динамовцев». Сейчас подписан документ, мы выставляем на торги проектирование футбольного манежа. То есть история простая. Деньги, проектирование, экспертиза, начало строительства. Стоимость такого манежа оценивают примерно в 400 миллионов рублей. Инфраструктура не помешает для развития детского футбола на Алтае, считают родители воспитанников. Однако они переживают, что с открытием новой школы могут остаться без своих наставников. И в Барнаулахской школе останутся те дети, родители которых попросту не смогут оплачивать тренировки. Одно занятие будет стоить в среднем 450 рублей. В октябре же в Барнауле откроется филиал столичной академии Льва Яшина. Каким образом будет проходить отбор в это футбольное заведение, вопрос пока открыт. В коммерческой школе «Динамо» заверяют, что будут давать зеленый свет перспективным игрокам в московский филиал академии Льва Яшина. Руководство школы также утверждает, что не будет переманивать тренеров из Барнаульского клуба. Впрочем, стопроцентные гарантии в таких вопросах давать сложно. Сами родители барнаульских футболистов активно интересуются новой школой. От них поступило уже порядка 80 звонков. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.